Понятно, что во многом фигура очень-очень известная, я имею в виду Владимира Минеева для российских поклонников, но прежде всего Кика. Ну да, я в основном знаю его с экранов и от знакомых, ну я неплохо так сложил, зная его окружение. Я хорошо знаком с Андреем Ивичуковым Бупасом, великим, я считаю, ну, человек, то что он делает, мне вообще возвращает веру в бокс. Да, и что, как ни удивительно, с его массажистом Анатолием Котовым, да, тоже массажист от Бога, человек, творящий чудеса, работал с Микерутом, Проводниковым, Монсоном и Владимир. Владимир Минеев и Иван Седо, испанец 1-3, свои два крайних боя проиграл, если он с Володей решит поменяться, уровень Минеева это все-таки на полторы головы повыше, как чистого ударника. Да, у Владимира, тем более победа по правилам смешанных единоборств есть, то есть излишний Нервяк, который был в первом бою, я думаю, уже ушел. Да, он уже знает, на что идет, у него есть понимание, так что здесь, я думаю, будет спокойнее. Но вот видим кикбоксерские такие передвижения и посмотрим, мне самому, на самом деле, очень интересно, как это все будет выглядеть. Тем паче, что в основном поражение, если мы берем у Седо, это приемы. Да, то есть первое было ТКО в 13-м году, а потом два, в общем, вполне себе приема. Да, выиграл как раз на карте. Да, но победа, да, с точки зрения ударной техники. Причем достаточно быстро, за 23 секунды. Ударом в голову. Смотрим, интересно. У испанцев, у испанцев, вот когда-то тогда, восьмое, отлично, отлично. Не давайте, не давайте такие проходы, оттягиваться, в любом случае. Ну, проход, за счет от проходов, это первое, что нужно было представить ему у тренера. Тренеры. Я съел, я съел. Кажется, я не буду сопротивляться. Но, вспоминая, опять же, Андрея Бупаса, я понимаю, что и в ударной технике рук, которая по базе ему не так свойственна, тоже у него к этому бою должна быть очень серьезная такая. Ну, тем более, в углу сейчас два специалиста, ведущий специалист команды Файтнесс, один по боксу, другой по борьбе. Я видел, как, конечно, тот самый специалист по борьбе, работал на солюшке, в том числе, ну-ну-ну-ну-ну, на коленом голову здесь бить, не надо. Что-то, что-то, где он, собственно, ровно об этом говорит. Ни в коем случае при касании третьей точки никакого количества. Ну, всем прочим, он давал не карточку, а замечание. Ну, и здесь логично тоже замечание. Вот если это повторится, тогда уж, конечно, не будет как бы другого варианта, будет карта. Ну, Владимир, вроде бы поймал соперника по темпу. Ну, испанец, насколько мне показалось, несколько раз так попадал, цеплял левой рукой навстречу. Вот, все-таки достаточно открыто, мне кажется, Владимир идет вперед. Ну, для испанца, на мой взгляд, все-таки счастье это в борьбе. Потому что противостоять с ударником уровня Мимеева, это вопрос, когда он по тебе попадет. Да, при всем уважении, все-таки, к испанцу Мимееву, из Киевана, в общем-то, в борьбе. А вот даже специально провоцирует, вызывает его ударом. Ну, вытягивает, русская трубка, верит в свою реакцию. Ну, в общем-то, и мы верим. Ну, она отличная, мидл туда в печень, залетая. Жестко там прям схлопает. Да, несколько таких мидлкиков, и они найдут все-таки печень и испанец ворота после сесть. Ну, и тем более, что из тех, кто стояли с Владимиром Малаков, я слышал, что мы едем не два раза, то что очень тяжелый, очень тяжелый, с точки зрения удара. Ох, красиво могло получиться. Испанец, как мне кажется, надеется на свой правый удар. Ну, испанец, на мой взгляд, надеется, да, в большей степени на партер. На партер, но здесь вот он его ногу поймал. Вроде его успел сконтрить. Но при этом не спешит заходить за спину. О, видишь, кто рассчитывает на стойку. Ага, есть попадание. Еще раз попадание. Да, действительно тяжело. Не заигрываться, добить. Если есть сейчас задание... Ох ты! Чего, уже вертушка в голову попала. Красавец, красавец просто. Уронил. Правый сбой. Доби, 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 доби. А специально идет. Раз, стоп, 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 стоп. Молодец, красивая победа. Здорово, молодец. Ушла вот эта сута, которая может быть просит в стол, кто его носит в первом поведенке. И здесь разгромил. Скопульный очень четко дождался момента. Очень тяжело теперь будет вставать на сервер. И то, о чем мы с вами как раз и говорили, задача... Ну, здесь задача тренеров и задача смог спортсмена выполнить на все 100% за срочную победу в первом раунде. Раз, подавляющее преимущество в ударной технике и затянуть испанца, играться по своим правилам. Да, ну, есть шанс. Плюс все-таки, вы знаете, маршал, два прохода он сконтрит. Не дал бороться. Да, да, но это показатели, конечно. Есть шансы, мне кажется, у Владимира из просто армии России и перейти в гвардию России. Посмотрим. Ну, по крайней мере, пожелаем ему это. У него, у его команды для этого есть все. Ну, Мораци действительно вот этот очень зрелищный, очень такой красивый сам по себе бой. Ну, по ритму, наверное. Сейчас испанцы приведут в себя и объявят, но дойдет, прежде всего. Ножки отбиты, обратите внимание. Ну, Андрею Бупусу, только кодовый поклон. И тогда, мои господа, время остановки боя 3 минуты и 50, 80, после первого раунда. Друзья, мы можем сказать, что у нас есть время. 3 минуты 58 секунд для раунда номер 1. И ваш победитель техническим нокаутом. И ваш победитель, мой технический нокаут, Дикторий Владимир Григорьевич. Россия!